В эфире новости Крым. В студии работает Елизавета Цареградская. Здравствуйте. Политзаключенный Владимир Балух прибыл в конечный пункт этапа колонию города Тверь Российской Федерации. Об этом нам сообщил его адвокат Ольга Динзе. Связи с Владимиром нет. О состоянии его здоровья пока ей ничего не известно. Сегодня мне стало известно, что Владимир Балух действительно этапировали Тверь. Какую колонию я пояснить не могу, поскольку данную информацию не располагаю. С ним связи нет. На этапе связи нет. Если бы представилась такая возможность кого-то позвонить, он бы позвонил. Украинского политзаключенного в январе прошлого года приговорили к 3,5 годам колонии-поселения. ФСБ якобы нашла на чердаке его дома боеприпасы. Затем срок увеличили, обвинив его в избиении начальника раздольницкого СИЗО и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре наказание смягчили, уменьшив срок на 1 месяц. На 500 рублей оштрафовали активиста Крымской Солидарности Нурья Абдурашитова. Такое решение вынес оккупационный мировой суд Симферополя. Об этом сообщает организация Крымская Солидарность. Напомню, Нурья Абдурашитова обвинили в запрещенной съемке в коридоре оккупационного Симферопольского суда 6 декабря во время заседания по делу адвоката Эмиля Курбединова. В это же время съемку проводили операторы российских и оккупационных телеканалов. В их отношении обвинений не выдвинули. Окупационный Верховный суд Крыма отказал стороне защиты военнопленного моряка Андрея Эйдера в восстановлении процессуального срока задержания. Сам украинец участвовал в заседании по видеосвязи вместе со своим московским адвокатом. Крымский защитник присутствовал на суде в аннексированном Крыму. Об этом нам рассказал координатор команды адвоката военнопленных моряков Николай Полозов. Исход очевидный. Суд отказал в удовлетворении жалоб адвокатов. Отказался приобщать резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы, указав, что это давление на суд. Но вместе с тем, этот судебный акт является основанием того, что все средства защиты исчерпаны. И таким образом, тот первый пакет жалоб индивидуальных в Европейский суд по правам человека, который мы в настоящий момент готовим, он как раз будет дополнен вот этим судебным решением. 24 украинских моряка попали в плен в ноябре, когда российские спецслужбы атаковали катера Никополь и Бердианский, рейдовый буксир Яны Капу в нейтральных водах возле Керченского пролива. Украинских моряков Россия обвиняет в незаконном пересечении границы. Украинцев удерживают в московской колонии Лефортово. В Украине отмечают день сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день, в 2014 году, перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Я помню, к нам взрывается на занятие завуч из колледжа и говорит такой, что вот Максим Максимович, распускайте студентов. В центре какая-то нестабильность, противостояние, могут быть проблемные ситуации. Давайте все едут домой, вы тоже, и будем на связи. Я приехал тогда на площадь, ориентировался на красно-черный флаг. Очень интересно, что он был на одной удочке с флагом украинских татар, флагом Межлица. И это символизировало единство проукраинских сил. Украина! 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 Говорили о том, что нам не нужны эти столкновения. Просили разойтись, сделать коридор, чтобы не допустить столкновения с теми, кто имеет иную точку зрения. И это часто видно. И так, и в мегафон мы говорили, создайте коридор, дайте коридор, дайте коридор. Коридор! Откройте коридор! Пропустите скорую! Пропустите врачей! С той стороны я видел, применяли и газ, были какие-то дубинки, были угрозы, что мы вас то, мы вас это. Ну и вот эти провокаторы, в принципе, вели к тому, чтобы вот этот мирный митинг перешел в силовую фазу. Инструмент был ими использован со стороны российского блока, которые приехали из Севастополя. Вот, пожалуйста, смотрите. Нашему народу не пройдет вот это, да будь он прозрит от сломы. В определенный момент все силовики собрались и ушли. Был создан этот коридор, который создавали вместе, для руководства Гурифат Чубаров и Сергея Аксенов. Не потому, что мир, дружба, жвачка, дипломатия, а потому, что страшно. Потому, что в какой-то момент было понятно, что все это может превратиться в самую настоящую бойню. И вот это вот немного паническое выражение ошарашенных глаз мне очень сильно запомнилось на лицах и Чубарова, и Аксенова. И вот и у всех остальных, кто пытался это остановить, находясь среди многотысячной толпы, которая никому не подчиняется и хочет только схлестнуться. Теперь организованно группами по районам, по городам мы направляемся организованно домой. В какой-то момент митинг закончился, и у всей проукраинской части митинга, у всех мистеров было ощущение победы, что они пришли туда с тем, чтобы чего-то не допустить, и они этого не допустили. Следующий день, 27 февраля, вооруженные люди без опознавательных знаков захватили административное здание автономии. Местные депутаты утвердили решение о референдуме о присоединении полуострова к России. В этот день началась российская агрессия на полуострове. Следователи прокуратуры Автономной республики Крым установили в результате столкновений под крымским парламентом 16 человек получили ранения, двое погибли. В эфире «ЮА Крым» проходит телемарафон «Крым. Пять лет сопротивления российской оккупации», посвященный пятой годовщине захвата полуострова России. О чем говорили спикеры марафона? Смотрите далее. Я почти 20 лет был государственным служащим, украинским государственным служащим с проукраинской позицией и всегда себя чувствовал белой вороной. По-настоящему украинской власти в Крыму не было ни одного дня. Конечно же, единственный эффективный способ спасения, назовем это так, украинских и политзаключенных, и военнопленных, а в общем заложников, потому что по-другому этих людей нельзя назвать, это, конечно же, внешнее давление на тех, кто принимает решения об их судьбе. Это Кремль. Это конкретно президент Путин. И если Украина и ее партнеры будут способны сформировать надлежащим образом давление, артикулировать проблематику, назвать все вещи своими именами, что военнопленные – это военнопленные, что должно применяться такое законодательство, а не другое, что Крым – это оккупированная территория и так далее, и так далее, то тогда Кремль будет вынужден считаться с этим. Нужно представить мировому сообществу, я убежден, я говорю свое мнение, подменить фактор такой национальной борьбы на фактор религиозный, на фактор экстремизма, терроризма, то есть неких якобы групп диверсантов. Цель одна, понимаете, поэтому все эти дела имеют политически мотивированный характер. Вот этот миф о русскости Крыма, он провалился 27 февраля, потому что русские, этнические, в своем большинстве с хлебом и солью не встречали врага-оккупанта. Они потом впоследствии вместе с крымскими татарами, с украинцами и с другими стояли вдоль трассы от Керчи до Симферополя, от Симферополя до Севастополя, стояли и говорили, Путин, нам не надо помогать на разных языках. Как живой щит российские военные использовали гражданское население во время захвата объектов в Крыму пять лет назад. Об этом рассказали на пресс-конференции представители прокуратуры Автономной Республики Крым, Украинского Гельсинского Союза и Регионального Центра прав человека. Использование гражданского населения в военном конфликте – это нарушение статьи 28-й 4-й Женевской конвенции. Она регулирует нормы гуманного обращения во время войны, говорит заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поначевный. «Цивильное население кримское, которое поделялось на прихильников окупации Крыму, на противников окупации Крыму, которые также стали невольными участниками живых щитов. В Херсонской области сегодня прошли митинги и акции, посвященные пятой годовщине оккупации. Крым и Россия. Как это было? Смотрите далее». «Я сегодня помолюсь за Украину. На колено стану перед Богом. Тебя, дух, прошу мою Украину. Дай ей легкую и прямую дорогу». В селе Чангар Херсонской области к пятой годовщине оккупации Крыма России прошла акция солидарности «Крым – это Украина». Сельский голова Галина Коваль вспоминает события пятилетней давности. «Крымчанка Евелина Арифова говорит, что после оккупации Крыма к ее родителям приходили сотрудники ФСБ с обысками. И за ее проукраинской позиции». «Активным участником Евромайдана Крым я принимала участь в волонтерской деятельности в Киеве. Я выехала из Крыма, чтобы помогать украинским войскам». «А это уже Херсон. В центре города прошел митинг». «Сегодня запросили херсонцев поддерживать эту акцию, этот флешмоб, чтобы каждый своими силами, своей собственной рукой написал то, что он считает нужным, чтобы поддерживать наших политических вязаных, которые сегодня находятся в России, так и выразить свою позицию относительно всех этих событий». Ивана Шептицкая, новости «ЮА Крым». Это все новости к этому часу. В студии была Елизавета Цареградская. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на «ЮА Крым» в Фейсбук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова